В Караганде на одну автодорогу стало больше. Сегодня торжественно открыли объездную трассу, которая соединила Майкудук и Юго-Восток. Дорога от улицы Татимбета до трассы ХМК ускорит время переезда, сократит количество пробок в данном направлении и снизит нагрузку на действующий путепровод. Наша съемочная группа одна из первых проехала по новой магистрали. От качества дорог зависит качество жизни населения и уровень социальной стабильности. Поэтому каждый год в Караганде увеличивается и улучшается дорожная инфраструктура. Благодаря всесторонней поддержке Акима области построена эта новая комфортабельная дорога. Я хочу поблагодарить всех участников строительства этой дороги, поздравить с праздником, пожелать крепкого здоровья, желтого апостола. Торжественно открыв магистраль, глава города первый проехал по новой трассе. Путь дорогу отправились и общественники. Дорогой, как оказалось, остались довольны. Почувствовать под колесами новый асфальт смогли и водители пригородных автобусов. С юго-востока до Майкудука за две минуты стало реальностью. Если бы были, конечно, такие все дороги, это прекрасно было бы. Строительство новой автодороги рассматривали еще пару лет назад. Дорога была жизненно необходимой для города. Ведь чтобы добраться с юго-востока в Майкудук, раньше приходилось стоять несколько минут в пробке в районе ХМК. Новый путепровод разгрузит действующий и сократит время проезда. Она оборудована техническими системами регулирования. Установлен пока, здесь установлен на данном перекрестке один цветофор. На перекрестке, выезжающей на автодорогу, которая соединяет Майкудук с городом, на данном перекрестке установлен цветофор. И вот здесь установлен цветофор. Пока скоростный мир здесь не установлен, так как скоростный мир устанавливается согласно анализу аварийности. Но так как это новая дорога, здесь про аварийность еще рано что-то говорить. Стоимость работ составила более миллиарда тенге. Трассу протяженностью 2 километра 300 метров строила местная подрядная организация УЛАР. Асфальт укладывали более полугода. Работой довольны, понравится и водителям, уверяют подрядчики. Эта дорога, между прочим, очень серьезная. Дорога в первой категории. Все выдержали, все коммуникации. Земляное полотно полностью так. И, конечно, мы очень довольны, что принесли такой большой подарок для города. Вдоль дороги установлены барьерные ограждения. Трасса не только удобная, но и энергосберегающая. Здесь установлены 62 световые опоры со светодиодными лампами. И это не последние инновации, используемые в строительстве магистрали, говорит начальник городского отдела ЖКХ Айдос Жакенов. Верхнее основание выполнено из чебеночно-мастичного основания. То есть это улучшенные физико-механические свойства верхнего покрытия. Оно позволяет снизить шум, а также улучшает качество сцепления колес автомобилей с дорогой. К слову, этот участок дороги уже 725-й в Караганде. В ближайшее время по новой трассе пустят общественный транспорт. Планируется, что здесь будут проходить 146-й, 23-й и 29-й маршруты. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Павел Спиридонов, 1-й Карагандинский.